Здравствуйте уважаемые друзья. Олимпийские игры во Франции уже не за горами, а главный вопрос об участии или неучастии России в соревнованиях остается так и нерешенным. А незакрытым этот вопрос остается благодаря безумному желанию поехавших российских спортсменов отправиться в Париж. Тем временем Дмитрий Губерниев, который ненадолго залег на дно, после назначения нового министра спорта, с новой силой принялся шокировать общественность очередными заявлениями. Вячеслав Фетисов наблюдая за этим цирком со стороны, не сдержался и дал финальный ответ по этому вопросу, а также назвал поехавших иностранными разведчиками. Об этих и других интересных новостях, с Олимпийских полей, в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь, также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. А тем временем международный эксперт рассказал, что вода в Сену, где пройдут Олимпийские соревнования попадает из городской канализации. Инженер-исследователь Мишель Риотто поделился опасениями по поводу купания этим летом в реке Сене, на которой запланировано проведение нескольких соревнований из программы летних Олимпийских игр 2024. Мы совершенно забываем, что есть тысячи неправильных соединений труб на предприятиях в Париже, из которых туалетная вода сливается в сеть с дождевой водой, которая не фильтруется и попадает прямо в реки в том числе и Сену. Благодаря этому за последние 30 лет уровень воды в Сене значительно улучшился. «Мы на правильном пути, но нужно приложить усилия и устранить проблемы с соединениями на заводах», — приводит слова эксперта французское издание RC Sport. Ненадолго затаившийся Дмитрий Губерниев снова шокирует громкими заявлениями. Напомним, ранее сообщалось, что игры дружбы могут пройти в 2025 году, вместо 2024 года. Если игры дружбы перенесут, что тогда будут сделать бедные наши спортсмены. Им же обещали золотые горы, компенсируя пропуск Олимпийских игр в Париже. Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде. А кто поедет в Париж — молодец. «Умные люди всегда поддержат стремление спортсменов выступать на Олимпиаде». «Говорил это и буду говорить», — заявил комментатор. Тем временем президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов объяснил позицию российской сборной, которая приняла решение не участвовать в Олимпийских играх. «Сейчас звучит много разговоров о том, почему мы не едем в Париж. Мол, батутисты смогли, а мы нет. Если объективно смотреть, у нас получить нейтральный статус могут буквально несколько девчонок от 15 до 16 лет. Пройду по остальным». Никита Нагорный руководитель юнармии, санкции от Канады и других стран шансов ноль. Далалаян и Аблязин военнослужащие Росгвардии, с контрактом. Маринов — человек, проходящий срочную службу в российской армии. Шансов получить нейтральный статус не было никакого. А процедура дорогостоящая. Порядка трех тысяч швейцарских франков на каждого человека, приводят слова Титова Риа Новости спорт. Ну и наконец, Вячеслав Фетисов, наблюдая за этим цирком со стороны, дал четкую оценку поехавшим спортсменам и всем, кто их поддерживает. Он сравнил российских спортсменов с разведчиками на Олимпиаде. Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Отдельный вопрос, как отреагирует народ на их участие, ведь история по-разному может случиться. Опять же какие еще дополнительные унижения уже непосредственно на Олимпиаде, нам предложат со стороны организаторов. Мое категорическое мнение, ни при каких условиях туда не ехать, а тот кто примет для себя решение ехать и участвовать будет с этим дальше жить, сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Согласны ли вы с мнением Вячеслава Фетисова, и что по вашему мнению ожидает спортсменов из России на Олимпиаде, поделитесь вашими рассуждениями в комментариях.